Доброе утро! Начинаем выпуск новостей на Катунь-24. Меня зовут Егор Матаев. Переходим к выпуску. В Барнаульском парке «Юбилейный» завершается второй этап реконструкции. Ход работ проверил губернатор Виктор Томенко. Спортсмены и молодые родители первыми оценили, как оживает Барнаульский «Юбилейный». Это самый большой парк в краевой столице. Его площадь – 54 гектара. Долгое время территория была заброшена. В 2021 году власти приняли решение о реконструкции. За последние два года на благоустройство парка из бюджета всех уровней направили почти 190 миллионов рублей. Сейчас завершается второй этап работ. Горожане уже оценили результат. Мы всей семьей любим гулять, проводить время. На самокатах, с колясками. Все очень нам нравится. Ждем дальнейшего преображения. Спасибо, что вы обратили внимание на такой замечательный парк. Значит, мы на правильном пути. Если нравится, если это все для людей, то правильно движемся. Важность парка для горожан подтверждают результаты голосования за благоустройство общественных территорий. Барнаульцы сказали свое слово. Еще до реконструкции здесь собирались неравнодушные жители, которые позже вошли в состав общественного совета парка. Глава региона отметил, практика участия общественности в реконструкции «Юбилейного» должна стать нормой для всего края. Объектов очень много. Из них же надо что-то выбрать. И здесь голосование жителей, оно очередную роль играет. И поэтому вы молодцы, что это движение. И поддерживаете, и ведете, и людей вовлекаете. Губернатор отметил, за последние пять лет в край обустроили 243 общественные территории. На эти цели по нацпроекту «Жилье и городская среда» направили почти 2 миллиарда рублей. В этом году в планах еще 55 объектов. Что касается «Юбилейного», в ближайшее время подрядчик построит велодорожки, установит светильники, камеры и туалеты. А также высадит почти 300 деревьев. Юлия Шеламова, Андрей Шаповалов. Новости. Почти 200 заявок поступило на конкурс короткометражного кино Шукшинского кинофестиваля. Свои работы направили авторы не только из разных регионов России, но также из Ирана, Непала, Бангладеш и Армении. За главный приз будут бороться 12 фильмов. Открытие конкурсной программы в Барнауле состоится 18 июля на площадке перед Краевым театром драмы. Здесь же в течение двух дней будут проходить показы фильмов. Кроме Барнаула, конкурсную программу короткометражного кино представят в Бийске, райцентрах Алтайское и Смоленское. И о спорте. 16 июля футболисты «Динамо Барнаул» начнут новый сезон. В этом году они проведут переходной турнир. Подробнее о новом формате и настрое футболистов в материале Артема Тарасова. Барнаульские футболисты вышли из отпуска и вовсю готовятся к началу нового сезона. На прошлой неделе они перешли двухразовым тренировкам. Ежедневно спортсмены собираются на тренировочной базе, занимаются физподготовкой, отрабатывают игровые моменты. Сейчас подопечным Олега Яковлева нужно наладить комбинации и тактику. В межсезонье два игрока сменили клуб. Проблемы те же у нас остаются. Если есть у нас основа, один в прошлом сезоне даже у нас посматривалась такая картина. Из 8-9 человек кто-то, ну плюс 2 молодых, скажем так, из основного состава кто-то один вылетает, уже проблема. Сейчас, как вы видите, у нас двух уже мы не досчитались, поэтому я говорю, ну по ходу сезона будем надеяться, что пойдет это для нас более-менее безболезненно. Однако не нужно на такие проблемы смотреть пессимистично. Несколько молодых игроков уже перешли из разряда новичков в опытных. На них, в том числе, рассчитывает тренерский штаб. У самих футболистов настрой серьезный. Уже чувствую себя уверенно, не первый год в команде. Конечно, чувствуется груз ответственности, что нужно играть за команду, помогать более старшим товарищам, чувствовать себя на поле уверенно, показывать хорошую, достойную игру. В каком-то смысле в этом году все команды ФНЛ-2 новички, ведь у турнира новая схема проведения. Во-первых, игры будут проходить с весны по осень, а не наоборот, как было раньше. Означает, летом мы увидим больше футбола. Это удобнее для всех. Во-вторых, вся ФНЛ-2 поделится на лиге разного уровня. Сейчас «Динамо» сыграет в переходном турнире. Барнаульцам нужно его выиграть, чтобы попасть в серебряную лигу дивизиона А. Еще проще эту схему объяснил футболист Михаил Осипов. Грубо говоря, нам надо сейчас выиграть с бронзой, сереброй и золотой мы будем ФНЛ. К победам «Динамовцы» готовятся через контрольные матчи. Это возможность провести эксперименты над составом, проверить игроков. В первом матче с Новосибирском «Белоголубые» уступили 0-3. Повторная игра пройдет на выезде 8 июля. А первая встреча основного турнира запланирована на 16 июля. В Барнаул приедет «Уралец ТС» из Нижнего Тагила. Артем Тарасов, Сергей Седых. Новости. К этому часу пока все продолжим. Совсем скоро в эфире «Катунь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова